Здравствуйте, дамы и господа, в студии Иван Яковин, Дарья Колесенченко, это программа Дикий Запад, радио НВ, привет, Даша. Привет, Иван, да привет нашим слухачам. Сегодня у нас будут обсуждения, естественно, ситуации вокруг украинских границ, где скапливается российская бронетехника и личный состав, а также наш любимый, дорогой Мэтт Гейтс, который все не перестает поражать воображение людей. Я думаю, он уже до вашей знамы будет. Да, ну и еще, если успеем, поговорим о переговорах с Ираном, которые начались в Вене у американцев. Но давай начнем все-таки, конечно, с той темы, которая нам ближе всего, это Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, на этой неделе переговорил с Джо Байденом, я имею в виду на этой неделе, если считать с началом недели нашу передачу. Так вот, они поговорили о ситуации в Украине, этому разговору предшествовал разговор Ллойда Остина, министра обороны США, с украинским коллегой Андреем Тараном, и до этого еще поговорили Майк Милли, это глава генштаба американского, с Русланом Хамчуком и Валерием Герасимовым. Герасимов, если кто не знает, начальник генштаба российского. Ну и еще важная вещь, которую нельзя не отметить в этой же связи, вошел в Черное море американский эсминец Томас Хаднер, на борту которого 52 ракеты, это МАГАФ, с помощью которого одним залпом можно утопить весь российский краснознаменный черноморский слот. Тут надо сказать, что эта разговора очень долго вытягивалась, вытягивалась, как сообщалось сперва, что Байден ждет от Зеленского, именно кроки по борьбе с коррупцией, но когда Путин активизировался, когда Россия начала своих военных подгонять до украинского кордона, бачите, что эта разговора сразу фактически произошла. Как американцы говорят, в ходе этого телефонного разговора Байден выразил непоколебимую поддержку Украине в ее противостоянии с Россией. Как мы понимаем, для Байдена это не пустые слова, потому что он Украиной занимался еще вбытно своим вице-президентом очень плотно, часто и внимательно, аккуратно. Поэтому будем надеяться, что не врет на этот раз. Ну, тебе не здаётся, что это может быть такой, как звоночек Путину со стороны Байдена? Да, я думаю, что Байден звонил Зеленскому формально, официально, но на самом деле в том числе он звонил и Путину, как бы показывая то, что смотри, Володя, я за тобой слежу, и мы не дадим, например, осуществить нападение на Украину безнаказанного. Помнишь, если на прошлой неделе Павел Фельгенгау, российский военный эксперт, говорил о том, что российские планировщики, военные, в том числе, раздумывают о направлении морского десанта, о высадке морского десанта на территории Украины между Одессой и Николаевым. Так вот, вот этот корабль, Томас Хаднер, может помешать исполнению этого плана, потому что если пойдут реально какие-то десантные корабли, то этот Томас Хаднер встанет и ничего ему не сделает, потому что он реально способен утопить весь российский черноморский флот. Для меня тут особисто, так, питание ось в чём, как, если в разе того, как Путин начнет делать какие-то плохие действия, так, что касательно Украины, то как будет реагировать Байден конкретно, не по словам, а действиями? Я думаю, знаешь, что может быть речь, о чем может идти? Об установлении, например, над Украиной так называемой бесполетной зоной. Помнишь, как, например, Сирия в Башар Асад потребовала, попросила Российскую Федерацию помочь с авиацией, и Российская Федерация, да, сказала, поможем для того, чтобы справиться с террористами, сепаратистами и так далее. То же самое Украина может сказать, только просим Америку помочь с авиацией справиться с террористами, сепаратистами и так далее, и американцы могут сказать, окей, и мы направим свою авиацию для установления бесполетной зоны над Донбассом, например, чтобы туда не залетали какие-то неизвестные самолеты. Российских же нет, нет, значит, будут какие-то неизвестные, чтобы неизвестных там не летало, поэтому американцы, вот я думаю, это совершенно спокойно могут сделать американцы, И, что важно, если Россия насечет полномасштабное наступление, без поддержки с воздуха наступать она не может, потому что наступать без поддержки с воздуха вообще нереально. Поэтому Украина и украинские вооруженные силы получат огромное преимущество при обороне, и это будет очень важно. Я думаю, так, оружие еще будут надавать. Резно летальное оружие, вот это все. Да, вот те же, например, джевеллины, потому что они, конечно, для оборонительного ведения войны очень-очень полезны, потому что когда на тебя там катятся 100 танков, их остановить реально тяжело, но если у тебя есть 100 джевеллинов, 100 выстрелов, и все, через 2 минуты нет этих танков, они просто горят. Так и все-таки поддержка Америки, как на меня, то вона будет... Знаешь, Путин еще 10 раз подумает, чи треба ему с этим связываться, потому что там и так ситуация такая себе. И через хакерские у тебя так и... На этой неделе, на этой неделе, что важно, в российском телевидении просто началось какое-то беснование, потому что они понимают, что американцы могут помочь Украине, и они говорят, а давайте мы взорвем атомную бомбу где-то в Мировом океане, чтобы показать американцам, что если что, мы можем по нему ударить ядерным оружием. Ну, на самом деле, это уже какие-то на грани безумия варианта, почему? Потому что даже у тех же пропагандистов телевизионных, которые обсуждают вот такие варианты, у них у самих на Западе дома, виллы и какие-то там банковские счета, поэтому лупить ядерными ракетами по своим собственным виллам до этого даже, думаю, они не дошли. Но посмотрим, все равно там, конечно, мы смотрим на эту всю ситуацию с точки зрения нормальной логики, у Путина логика, конечно, другая, а не нормальная. Ты бачил, что, до речи, Путин-радник, я забыла, как его прозвище, это человек дочки Ельцина, он, до речи, купил себе недавно маедок на Сан-Бартс. Да, на Канарах, вряд ли он будет действительно по этой вилле лупить ядерными ракетами, поэтому, конечно, сейчас очень тяжело понять, чего на самом деле добивается Путин в этой ситуации, но мы можем понять, что это американцы. Американцы говорят, ну, хотите, попробуйте напасть, но вам, короче, мало не покажется. И как бы не в подтверждение, а в усилении этих слов на этой же неделе пришло очень интересное сообщение агентства Bloomberg, которое у нас, как мне кажется, многие оставили незамеченным. Что оно сообщает? Администрация Джо Байдена уже подготовила специальный обзор недружественных действий России в самых разных сферах, в том числе, например, взлом многочисленных компьютерных сетей американских и так далее. И, как сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники в Белом доме, в ближайшее время будут объявлены ответные меры. Что за меры ответные готовятся? Опять же, по данным Bloomberg, сейчас об этом не сообщается напрямую. Но, однако, вот эти вот высшие советники Байдена говорят, что будет многофазовым, то есть состоящим из нескольких компонентов ответ. Включать в себя будет, скорее всего, высылку всех известных российских разведчиков, работающих в Вашингтоне. Вообще в Америке это, наверное, две трети посольства. Плюс, скорее всего, наложат санкции на людей и кампании, связанные вот с этими взломами и всякими нехорошими делами, включая очень многих близких людей для Владимира Путина. Або еще и кибератаки, как на меня, могут быть. Да, кибератаки тоже, да. Ведповідні. Да, и, как говорит, сообщает само агентство Bloomberg, это решение может стать самым большим тестом внешнеполитическим для президентства Джо Байдена. То есть, там, судя по всему, речь идет чуть ли не об объявлении России войны. Ну, естественно, такой дипломатической войны пока, а не войны. Поэтому будем следить за интересом. Так, но сейчас будет небольшая пауза, а потом мы продолжим. Так, в эфире Радіо НВ, Дикий Захід. Продолжаем говорить про найважливішие темы США. И продолжаем сказать тут про нашего, я не знаю, каким-то чином стал улюбленный, конгрессмена Мета Гейтса, который просто взял и втратил в очень гучный скандал, связанный с сексуальными отношениями с 17-летней девушкой, что является незаконным. Да там куча всего, уже накопилась целая гора всяких обвинений в его адрес и всяких странных историй, связанных с его именем. Потому что Мет Гейтс реально, наверное, самый скандальный конгрессмен за всю историю изучения мною, по крайней мере, американского конгресса. Ничего такого я даже не припомню, ничего подобного. Так, он дальше продолжает выправдовывать за свои действия. Да, давай сначала расскажем, в чём его обвиняют. Обвиняют его, ещё на той неделе начали обвинять, в том, что он занимался сексом с несовершеннолетними девушками, видимо, проститутками, платил им за это какие-то деньги, а иногда не деньги, а какими-то поездками расплачивался номерами в гостиницах и так далее. В общем, он, конечно, поначалу всё это отвергал и сказал, что вообще-то говоря, меня пытаются развести на деньги, и за мной пришли вымогатели. Но на этой неделе выяснилось, что действительно всё это, видимо, было. Вот эти все приключения его с несовершеннолетними девушками, а более-то были и с несовершеннолетними, и с какими только не было, и всё это сопровождалось каким-то невообразимым скотством с его стороны. Так, але знаешь, тут на меня очень большое впечатление, что именно Гейтс и то, как он это всё аргументует. Он не говорит, что просто я невинен в этом, я там ничего такого не делал. Он начинает как-то виправдоваться таким способом, что вообще, знаешь, тогда вообще понималось, что он точно что-то так делал. Вот, например, этого неделя он сказал, что он не монах, а конгрессмен, поэтому какие до него вопросы. Да, ну а у этого не монаха, чтобы вы понимали. Вот с его лучшим другом Джоэлом Гринбергом они звонили, например, конгрессменше от штата Флорида, демократке, и говорили, что она такая классная, и они обсуждают, сейчас сидят, обсуждают её всякие достоинства, и говорят, что она, ты знаешь, что ты будущая демократическая партия. И ржут телефон ей. Это реально очень странные какие-то телефонные звонки были. Плюс, тут надо сказать ещё, он играл в игру со своими друзьями, начинал эту игру играть ещё в парламенте Флорида, и продолжил в Конгрессе игра по мотивам Гарри Поттера. Они зачисляли, знаешь, как были вот эти очки, 10 очков Гриффиндора, или там минус 5 очков Слизерину. Так вот, они себе начисляли очки за то, кто с кем переспит. Плюсовые очки шли за девственниц, за членок парламента, за парламентариев, за мужних женщин и за студенток. За это добавлялись какие-то дополнительные очки, и у них было даже такое понятие, как снич, кто знает Гарри Поттера, знает там в игре в квиддич, там если ловишь самый маленький шарик, то сразу выигрываешь, неважно, кто сколько голов кому забил до этого. И у них был, значит, точно такой же снич. Это была какая-то женщина в парламенте Флориды, она замужняя, очень красивая республиканка, очень строгих правил. И они говорили, что вот кто переспит с этой женщиной, тот сразу побеждает в их этой игре по Гарри Поттеру. Вот такие развлечения были у депутатов. Так, справа в том, что Гейт сам почав палиться, потому что, как писала там на Нью-Йорк Таймс, за их данными, он в конце президентства Дональда Трампа звертался до Трампа. А нужно сказать, что Гейт – это просто лакей такой Трамп, а он там просто ему целовал его все, какие места, которые только можно и не нужно. Пять лет он вылезал Трампа, каждый день появляется в эфире Fox News, он реально его вылезал. Другого слова нет. Даже, наверное, буквально в смысле вылезывание смотрелось бы менее странно, чем то, что вытворял Мэтт Гейтс. Ну, так и он просил Трампа про помилование за себя и за декольку еще конгрессменов, но не понятно, за кого. Тобто там не сообщается. Ну, судячи по всему, мова йде про людей, с которыми он там разговался с девчатами. Да, играл в Гарри Поттера. Ну что ж, я очень интересно посмотрю. Потому что, знаешь, была интересная история с появлением черного сына Мэтта Гейтс. Это вообще как-то было. Так, это вообще какая-то дикая история, потому что минулого года это было. И в час одного заседания... Сейчас всплыло это просто. В час одного заседания он сперечался с своим коллегой, и ему этот темношкорый коллега предъявил, типа, ты Гейтс білий, ты не знаешь проблем черных, тебе нет там никаких темношкорых детей. И, блин, в Гейтса действительно нет темношкорых детей, как считалось раньше, принаймні. Но он сказал ему у ответ, а что ты взял, что у меня нет темношкорых детей? Потом, конгресмен на него дивится, потому что нет, это темношкорых детей. А наступный день он взял и Гейтс опубликовал в Твиттер фотографию с каким-то реально дорослым хлопцем, которому 17 лет было, и подписал, что это хлопец, которого звати Нестор, он сам родом из Кубы, приехал легально в США, и он его приемным сыном. Ну, то есть, про этого хлопца никогда никто еще до этого не слышал. Да, то есть, теперь у него, кажется, темнокожий сын, самый ржак, как он сказать, откуда этот сын взялся? На самом-то деле, Гейтс, когда этому сыну было 12 лет, Гейтс встречался с его старшей сестрой, которая, я не знаю, сколько, 13 было, 14, будем надеяться, что... Точно неповнолетняя. Да, что хотя бы там 16-17 было. Так вот, Гейтс с ней встречался, потом он ее как-то братанул, эту девочку, а сына зачем-то оставил при себе. И этот сын... То есть, сын, он не сын, просто как бы брат его girlfriend, он стал жить вместе с Гейтсом. Ну, этот сын взагалі ранее еще был оформлен, ну, в 2017 году, по-моему, был оформлен как его помощник, то есть, какой сын. И на сайте там, и в этих всяких документах, про этого сына взагалі не было никакой мови, и даже на сайте у него было написано, что у него там есть собака, было какие-то звати, а про этого сына нет. Ну, как-то невдобно получается, чтобы... Да, классно. Это какой-то треш просто. Ну, зато Дональду Трампу все это нравилось, он всегда говорил, что Мэтт Гейтс настоящий боец, что он спасает дело Республиканской партии, что Мэтт Гейтс самый лучший конгрессмен, и т.д. И сейчас, когда Мэтт Гейтс вляпался во всю эту историю, что делает Дональд Трамп, он отъехал от него, просто вообще ничего не помогает, не спасает, не говорит за словечко, за него не замолвит. Трампа запитали, чи Гейтс просил у него про помилование, а Трамп сказал, что не просил, и, типа, он сказал, что... Ну, типа, слушайте Гейтса, а вот что он каже, что он ничего такого не робил, значит, не робил. Но я думаю, что Гейтс, он же так его любил, нежно, столь к року, он сподевался на больше какую-то такую ответственность. Ну, конечно, он надеялся, что Трамп его просто спасет. Но Трамп, на самом деле, сразу очевидно, не хочет влезать в эту историю. Почему не хочет, по-моему, понятно, потому что он знает, что все это, на самом деле, правда, и что спасать Гейтса здесь, как бы, абсолютно неблагодарное дело. Так и Трампу треба самому себя рятувати. Это точно. Сейчас давайте про Гейтса еще немножко поговорим в следующей части, там еще про него несколько историй, которых надо упомянуть. Продолжаем разговор. И разговор сейчас про Мэтта Гейтса, самого, наверное, скандального конгрессмена в истории Конгресса США. Ну, вот он от Республиканской партии, большой любитель Дональда Трампа. Мы в предыдущей части рассказывали, какие он там выкрутасы устраивал. Сейчас еще несколько историй. Ну, во-первых, Мэтт Гейтс, оказывается, показывал своим коллегам, республиканцам, фотографии и видео с голыми девушками неполнолетними, с которыми он, знаете, занимался сексом. И он очень хвастался и перед этими коллегами-республиканцами говорил, что, смотрите, какой крутой. Вот с этой спал, и с этой спал. Коллеги-республиканцы не очень понимали, зачем он это делает, но таки сейчас они об этом вспомнили и рассказывают об этом следователям. Более того, известно, что даже есть какие-то фотки в деле ФБР соответствующего содержания, на который запечатлен сам Гейтс, в чем мать родилась, со своими, так сказать, подружками, если их можно так назвать. То есть Гейтс, причем, знаете, еще что интересно, он показывал эти фотографии прямо находясь в зале заседания Конгресса. Я думаю, много чего видел в зале заседания, но такого еще не видел. Знаешь, на них не хватает фотографий наших, которые в Верховной Раде там фотографируют. Вот точно, да, которые постоянно депутатов там ковыряющимися в носу фоткают, потребляющими наркотики, пишущими какие-то странные смс-ки, выбирающимися проституток. Ну, короче, вот Мэтт Гейтс был, прямо, можно сказать, его можно брать и в Верховную Раду сажать, в Верховной Раде он будет как свой вообще. До речи, треба сказать, того, что слушатели могут слушать это все и не понимают, так он может какой-то холостяк. Та нет, у него есть речи, с которой он познакомился нечедавно, сделал ее пропозицию. Да, ну, к счастью, девушка, у нее имя ее Лакки, то есть это как бы счастливица, или, точнее сказать, удачливица. Ну, как тут сказать? Да. Не, ну, на самом деле, ей реально, мне кажется, повезло в том смысле, что она узнала обо всех этих приключениях до свадьбы, а не после свадьбы, потому что если после свадьбы, она, конечно, офигела. Ну, я думаю, она бы и так втекла от него потом, но тут складнейше будет. Ну, еще тут небольшой кусочек истории, надо рассказать о том, что Мэтт Гейтс, как я сказал выше, он говорил, что вообще-то это все неправда, и я стал жертвой вымогателей. Поговорил, на телеканале CNN, где взяли интервью одного из этих чуваков вымогателя. Он говорит, я не вымогатель, я на самом деле просил деньги у отца Мэтта Гейтса только для того, чтобы спасти нашего друга, который сидит в иранской тюрьме, нам нужно было 25 миллионов, чтобы нанять Рэмбо, всех поубивал, захватил тюрьму и освободил нашего друга. Телеведущий, CNN-овец Крис Куома, который, кстати, брат Эндрю Куома, который сейчас сам в больших проблемах из-за того, что его обвиняют в приставаниях к женщинам в том числе. Дружина Куома, дурачевидного, по-моему, хочет пяты. А, да? Да. О, класс вообще, там история одна. Так вот, Куома говорит, мужик, ну вот есть письмо, ты в этом письме пишешь, в этом письме пишешь, что я такое-то, такое-то предлагаю вам, ваш сын, Мэтт Гейтс, сейчас оказался в большой проблеме, у него там, против него началось расследование, его обвиняют в сексе с несовершеннолетними, есть фотографии оргий чудовищных, в которых, и потом вы говорите, дайте 25 миллионов долларов, и я все улажу. Это ваше письмо? Мужик говорит, ну да, мое письмо. Так это же угроза прямая, это шантаж. Он говорит, да нет, какой шантаж, я же не могу повлиять на следствие, я не могу повлиять, и вообще, говорит, я не знал ничего про это следствие, но Кома говорит, минутку, так, а откуда же вся эта информация про оргии, про эти фотографии? Говорит, это слухи, это я где-то слышал, говорит. Короче, совершенно очевидно, что вот этот чувак действительно хотел украсть, занимался вымогательством денег, и самое интересное, что этот факт является подтверждением того, что Мэтт Гейтс реально занимался сексом с несовершеннолетними. То есть, тут и обе стороны, на самом деле, преступники, как на мой взгляд, я бы, конечно, сажал того и другого. Ты знаешь, если в фильмах, так, что-то такое, схоже, знаете, это реально брати Коэн, после прочтения «Жечь» в российском, он звучит. Вот, если кто-то его не видел, то нужно его обезково подвести. Это же эта опера. Если вам кажется, что это какой-то бред, это какая-то странная фигня, вы посмотрите фильм после прочтения «Жечь», многое для вас станет понятно, когда лезут какие-то абсолютно странные типы в политику, в какое-то вымогательство, шантаж и пытаются... Там Брэд Питт намагался шантажевать. Да, там вообще мега ржачное кино, очень советую посмотреть, вот многое объяснит. Ну, и еще, так сказать, под занавес скажем, то, что деньги на оплату проституток и их услуг господин Гейтс брал откуда? Из своих предвыборных фондов, причем он даже не стеснялся этого и платил через Apple Pay, оставляя все чеки и все, так сказать, квитанции. Поэтому следователям даже ничего особо расследовать, мне не приходится там все. То есть там, это, знаете, не под покровом ночи чемодан с деньгами где-то передавался на складах на юге Нью-Йорка, да, а это, знаете, прям вот открыт чек, все-все официально оформлено, за услуги проституции, пожалуйста. Как на мене, то у Гейтса немае справжних друзей, потому что ни одна людина ему не сказала, чувак, так не можно платить за таке, таким чином. Да, если уж ты занимаешься незаконной деятельностью, ну, изволь позаботиться хотя бы о том, чтобы не оставлять финансовых следов. Но Гейтса оказалась настолько дебилом, что до этого не дадут ему. Финансовые следы так само залишились у его значительной рульевой модели. Что случилось? Команда Трампа в 2020 году, это за данными видения Нью-Йорк Таймс, использовала схему такую, что автоматично змушивало донорів выборчої кампании жертвовать больше денег, чем они планировали. Если коротко, то там заключалась в чем речь? На сайт Трампа ты заходишь, хочешь перераховывать 100 долларов, так? Но ты перераховываешь впервые 100 долларов, но потом, чтобы с твоего рахунка не каждого тижня не... Как сказать? Я так могу сказать. Смотри, там какая ситуация. Ты хочешь перевезти 100 долларов, но подписываешься на еженедельный платеж 100 долларов. Он из твоей карты снимает 100 долларов. Да, и чтобы избавиться от этого, надо найти где-то очень глубоко зарытую какую-то галочку и ее нажать. Но это далеко не все способны делать, даже юристы найти эту чертову галочку. Это очень тяжело. И на этом не закинчивалось, потому что, чем ближе было до предвиборчей кампании, потом эти суммы подвоивались. То есть они совсем обнаглели и люди, которые переводили так деньги, потом думают, что что происходит, они решили, что банки их как-то хотят надурить или что. И потом вернулись к правоохранцам, а выявили, что это Дональд Трамп. И сейчас они начали повернуть деньги. Да, ну, короче говоря, Дональд Трамп благополучно нагревал, то есть обдирал, ну, обворовал, по сути дела, своих собственных сторонников. Причем многие из них люди простые, без образования, такие валенки. И они надеялись помочь Дональду Трампу победить на выборах, но на самом деле стали жертвами, по сути дела, мошеннической схемы. Слушай, там величезные гроши, на самом деле. Там же мова не про пару тысяч даже долларов. Да, короче говоря, компания Дональда Трампа, там реально, нет, там сотни миллионов долларов. Он собрал, по-моему, 250 миллионов долларов, в том числе и таким способом. То есть просто это развод, ну, обычно так мошенники в интернете вот таким занимаются. Нажмите на эту кнопочку и вы получите наш приз в результате у вас тысяча баксов снимаются с счета. Знаешь, навіть не дивно, что после того там деякие компании отказываются працювать с людьми, которые раньше працювали на Трампа, потому что, бачу, у них такая репутация. Да, они реально очень токсичными. Сейчас, если вы работали в компании Дональда Трампа или в его администрации, вам реально очень тяжело найти работу. Никто с вами, никто не хочет иметь дело, потому что вы будете очень тяжелой обузой для любой компании. Ну, давай поговорим еще про Дональда Трампа уже в следующей части. Продолжаем разговор Ивана Яковина до Рико Лисенченко. Это радио НВ программа «Дикий Запад». Тогда Дональд Трамп у нас столкнулся с неожиданной для себя проблемой. Интерес к нему в Америке очень упал. Как делались замеры, соответствующие по запросам в Гугле. Упал интерес к Дональду Трампу до того уровня, который был до выборов 2016 года. То есть, пока он был обычным человеком, не был в политике. То есть, он был шоуменом, конечно, какой-то интерес к нему был, но не такой, как тогда, когда он попал в политику. То есть, самое главное, то, что движущая сила Дональда Трампа, то есть интерес к нему, как к его хорошим делам, так и, в основном, интерес к плохим делам, он исчез. Но, когда Байден только стал президентом, когда он приехал в Белый Дим, все равно Трамп был больше, как его, чаще шукали в Гугле, чем Байдена. Да, это было некоторое время, но потихоньку, чем с ходом времени, интерес к Трампу очень сильно пайдет. Я так подумала, может, это и Твиттер немного тут повлиял на это? Не немного, а точно это очень сильно повлияло Твиттер. Почему? Потому что, на самом деле, без Твиттера, это было главным, таким стенобитным орудием, главным его оружием, реально, Дональда Трампа. И из-за того, что он лишился доступа к Твиттеру, у него, конечно, очень сильно упала популярность и просто интерес к нему упал, потому что, да, де-платформинг, как это называется в Америке, то есть лишение человека возможности выступать на какой-то площадке, очень мощное оружие, может, из человека, из суперзнаменитости сделать какаху буквально за несколько минут. Так, реально, зараз, если подавитесь новин, то я навіть не могу згадать, де Трамп, так, з'являвся, так, не стосовно каких-то минулих своих справ и не стосовно кого-то в контексте, например, там, Гейтса того самого, чи стосовно оцех скандалей с Грушима? Были какие-то там, знаешь, сообщения о том, что он готовится отомстить тем людям, которые недостаточно сильно его поддерживали во время ситуации с импичментом. Так, и соцмережи, которые он планирует строить. Да, да, да. Ну, на самом деле, конечно, его новостное присутствие стало минимальным абсолютно, и это плохо для него, потому что упоминаемость, известность, скандальность, это главная его сила, без нее он, конечно, как бы теряет свою мод, он теряет свою мощь, и даже не знаю, что с ним будет дальше. Так, но не нужно выключать то, что Трамп сейчас готовится до такого, не знаю, повернения грандиозного какого-то. Да, ты права. Надо сказать, что в 2022 году будет, в Америке пройдет так называемый mid-term elections, то есть выборы середины президентского срока, на которых там, в Америке, кстати, не все знают, Конгресс, то есть депутаты Конгресса, Нижняя Палата избираются каждые два года, то есть полностью меняется состав Конгресса. Если в Украине каждые четыре или пять лет, я даже не знаю, сколько, четыре, избираются депутаты, то в Америке каждые два года, там, можно сказать, идет постоянная предвыборная кампания. И вот Дональд Трамп собирается вернуться во главе значительного количества республиканцев и получить власть над Конгрессом и, возможно, даже и над Сенатом. И они сейчас очень активно готовятся к этому. Трамп везде расставляет во всех ключевых штатах на праймерис своих людей. Он хочет, чтобы его, ну, его лояльные ему люди победили на праймер партии республиканцев и потом прошли в Конгресс. Ты, до речи, как, поднимаешь? Два года или четыре, пять? Я думаю, честно скажу, я знаю непопулярную точку зрения, но мне кажется, чем чаще выбрать, тем лучше. Я считаю, что два года это было вообще идеально, чтобы депутаты не расслаблялись, чтобы депутаты постоянно чувствовали, что их место кто-то может занять, чтобы они занимались работой постоянно, а не так, что избрался на пять лет, первые четыре года нафига не делал, потому что депутаты часто нагадывают каких-то школяров, которые в первом классе что-то учатся, потому что немного страшно, а потом в 11-му, потому что там экзамены скоро и нужно куда-то поступать. А про промежутки вообще ничего не делал. Можно прогуливать. Ну и такое что-то с депутатами происходит. Да, в общем, ситуация следующая. Я думаю, что сейчас, конечно, есть очень высокая вероятность того, что республиканцы действительно победят. Почему? Потому что мид-терм элекшн всегда, всегда в Америке победит оппозиционная партия, в данном случае республиканская. Поэтому вполне возможно, что Трамп реально сможет получить власть над контроль над Конгрессом, над Палатой представителей и над Сенатом. Это было бы, конечно, нехорошо для Джо Байдена, поэтому, если Байден хочет какие-то великие достижения, чего-то такого великого достичь, то ему, конечно, надо очень быстренько это делать, пока не наступили выборы. Но это был бы очень большой плюс для Трампа, который планирует баллотиться в президенты. Это бы ему помогло. Конечно, получить такую платформу, это вообще супер круто было бы. То есть, я думаю, в следующем году, вот эти выборы в 2022 году, они будут, и они будут очень жесткими, очень беспощадными и кровопролитными сражениями. Мы, конечно, это будем все освещать, но перед этим, давай еще буквально несколько слов я хочу сказать о том, что в Вене начались переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по иранскому возобновлению сделки ядерной. Теоретически, там формат какой переговоров, они не встречаются друг с другом, они сидят в разных гостиницах и между этими гостиницами бегают посредники из России, Китая, Евросоюза и там других стран. И они пытаются все договориться о чем? О том, чтобы возобновить действия ядерной сделки, согласно которой Иран отказывается от производства ядерного оружия, а американцы снимают санкции с Ирана. Но сейчас дело осложняется тем, что и иранцы, и американцы выдвигают ряд предварительных условий, которые трудновыполнимы друг для друга, я не знаю, будут ли они вообще выполнены, но и при этом все сложно, потому что надо это делать до июня, потому что в июне будут выборы в Иране, в Иране, скорее всего, к власти придут очень такие злобные исламисты, ястребинные силы, которые выступают категорически против диалога с США, они выступают за создание атомного оружия, если до Ирана не управятся, скорее всего, Иран пойдет по пути создания ядерной бомбы, американцы ответят на это ударом по Ирану и начнется еще одна война. Будем сподіваться, что нет. Да, ну и давай, чтобы на плохой ноте не заканчивать, хорошая новость. Джо Байден объявил на этой неделе, что вакцину против коронавируса начнут раздавать всем желающим американцам уже 19 апреля, а не в начале мая, как ранее сообщалось. До речи, ты видишь, что люди, которые в США получили уже вакцину, они могут вольно переселиться по США, то есть там взагалі не треба никакого карантина, ничего такого, и они могут так само вольно святкувать Пасху. Ну, классно. Кстати, с наступающей Пасхой тех, кто ее будет отмечать. Еще трохи за рану. Ну, да, за рану. О ком и записну. А, вообще-то да. Ну, ладно, короче. В общем, всем всего хорошего, счастливо. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.